гигук лучший аниме 2020 и наконец-ки подведение итогов этого года прошедшего года само собой ну год был такой до 3 сезона были два с половиной по крайней мере были так себе в плане к более банальное количество не плане что мне был всем ничего хорошего в осенью было уже много всяких тайтлов так что в любом случае думаю подборку набрать несложно быстро защищуешься в гигуку после этого видоса если ты думаешь что меня испугает жужуца ну я надеюсь по крайней что она не на первом я вверю в него скажем так привет сейбр какой бы он не был трешовый в плане шонинов но блин типа доверять гигу в плане шонинов конечно такое он старый нормально не смотрел а по новым блин какую-то херню чекает только клеверное на исключение в плаве того что обычно такой не нрав ну это типа популярное мнение клевер говно да а он типа наоборот клевер норм вот единственное исключение где в целом я с ним согласен юг любит в ютуберов да это важно он должен сделать топ-1 аниме holo graffiti вот если он сделает отсылка holo graffiti я ему за что я сделал кстати начнем с того что не заметить было сложнее чем слона в гостиной вы это знаете я это знаю 2020 был сравним с восьмым сезоном игры престолов сценаристам удалось устроить шквал кошмарных сюжетных поворотов которым позавидовал бы и м найт шьемалан при этом он ощущался как скучнейшая филерная арка но у нас хотя бы было аниме вроде буду честен в последний месяц я смотрел аниме при каждой возможности наверстывая вышедшее за год но я все равно посмотрел намного меньше чем обычно я видел недостаточно чтобы говорить о лучших в своих категориях как делал раньше и поэтому я прибегну к старому доброму ютубному кликбейту и составлю топ аниме посмотренных за год но перед этим по-быстрому о других событиях года про которые я хотел бы поговорить студия пасе начала 2020 проведя черту между хентаем и аниме невидимыми чернилами в межвидовых рецензентах показали хентайную сцену и мне приходится постоянно напоминать что это было в начале года они в 1947 началась революция против май аниме лист в анимешн прогнулись быстрее чем вы успеете сказать братик мои бедра двигаются сами по себе аниме сообщества полала и в разгар всего этого шел показ межвидовых рецензентов но честно несмотря на я их проигнорировал для меня это смешная комедия о том как мы с пацанами зависаем в хентая сделано дегенератами для дегенератов это было по-настоящему смешно то есть это один из первых хентаев которые можно смотреть для развития и образования чисто поэтому секунду помимо обычных спорах лучших девочках у нас есть несколько претенденток на худшую девочку года в одном углу у нас раке лиц башни бога а в другом маме и с девушки напрокат и что можно сказать о конкурентках раке считала что и все должны и радостно пользовалась окружающими чтобы достичь своей цели а в действительно значимые моменты плевала на все посылая всех так как уже много лет не делал ни один персонаж аниме и дальше по ходу виптуна она продолжает в той же манере разрушает жизни и становится одним из самых глусных и подлых женских персонажей что я имел не удовольствие встречать серьезно но маме в свою очередь динамила парня twitter решил что при росте ниже 160 незаконно иметь грудь недавний успех выдающихся зверей на нетфликс изменил отношение к 3d аниме уверен в нетфликс и посмотрели на это и такие черт мы хотим больше такого затрагивая глубокие темы технологического экзистенциализма в таких сериях как синдром восьмиклассника революция четырнадцатилетних я повторяю синдром восьмиклассника революция четырнадцатилетних уверяю вас эта серия призрака в доспехах а не забракованное видео пьюди пая что не дождусь второго сезона в котором будет девятнадцатая серия армия девственников месть поп-чампов я только что получил эксклюзивная япония была наглухо и бонутым и я так не смеялся не на этом году но наверное японию затопила скорее япония затупила не откровенно кажется что в этом году в аниме недоставало драк обычно ярчайшие моменты за год в аниме определяется ярчайшими драками но в этом году такое чувство что и выбора то особенно не было больше всего меня разочаровал бог старшей школы который сделал невозможное и вызвал у меня безразличие турнирные арки как тебе удалось бог старшей школы вините плохую адаптацию поспешный темп непримечательных персонажей но этот сериал я очень 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 хотел полюбить но не смог как я не старался и не смог ему влечься и мне больно от вида этих клипов не представляю когда еще я увижу такие прекрасно анимированные напряженные драки но мне было на них высшей степени насрать смотреть этот сериал как смотреть взрослую версию технического исполнения впрочем в этом смысле лучшая анимешная драка что я видел за год была вообще не из аниме легендарная команда работавшая над наруто и саски против момошеки внезапно заглянула в китайское аниме и между делом дала всем прикурить продемонстрировав одну из лучших анимированных сцен за весь 2020 в начале напряженная сцена бега от которой моя челюсть упала на пол а затем она переходит в безумную схватку с применением боевых искусств один против троих просто сочащуюся стилем и крутостью вы только посмотрите насколько это охуенно тут и ловкие перемещения и абсолютно показушный обмен ударами а еще ему хватает дерзости схватить кепку в воздухе после у ворота боже это так круто видна искренняя страсть команды к боевым искусством реальным и экранным потому что похоже никто даже близко к ним не стоит по чистой постановке боев это не просто круто для анимешной драки это была в целом без скида крутая драка сериал кстати называется один из отвергнутых изгой ладно давайте уже ближе к телу это был неплохо реально хоть конечно без контекста не так впечатляет о том что сериал начинающийся с парня сбитого грузовиком по подробнее все я так же аниме уверен все первым делом подумают ну здорово очередной хренов исекай гигу как всегда верен себе но гарантирую то никого унеси меня на луну это далеко не то что вы могли от меня ожидать короткая милая приятная невинная история о простом домашнем романе стоп наше время когда анимешные сиськи заполняет собой все аниме с хентаем стали неразличимы и мир захватывает дегенератство приятное христианское аниме с христианскими ценностями как глоток свежего воздуха нужно всем тем кто хоть раз побывал в тюрьме для хорни всем нам тут не запутанных драм нелюбовных треугольников не отношений требующих напоминать что они родственники только история порядочного ответственного человека влюбившегося в одну из немногих вайфу в аниме которая и в самом деле вайфу на принять ванну после долгого рабочего дня заканчивая серию чувствуешь как твоя душа очистилась она избавит тебя депрессии тут же вернет ее тебе когда ты вспомни что у тебя таких отношений никогда не будет так или иначе это никого она милая низко капец если включает продолжение тут реально очень низкая да как я сама все так же хорошо очень низко стоп и дожди реально второй сезон лучше был первого рельса последнего видео про индекс и railgun больше двух лет назад ваш пацан молчал о франшизе в целом да я заметил потому что когда джейс и став делают аниме адаптацию бог подбрасывает монету выпадет орел как у фильма коносуба или выпадет решка как у ван панчмана 2 индекса и банины 3 или но по некой причине которую науки до сих пор не удалось понять когда они берутся за что-то связанная с рельсу себя хорошо вы орлы и орлы и все хорошо прежнему остается с большим отрывом лучшим аниме по этой франшизе что в общем то логично у индекса сюжет куда масштабнее персонажей намного больше и в сезон приходится впихивать куда больше сюжетных арок не удивить плюс опять же это экранизация рана b рана бы всегда тяжелее адаптировать хорошо а мангу проще что более компактный мир рейл гана позволяет спин-оффу обойти основной сериал и похоже джейси став тоже об этом знала несмотря на другие их адаптации франшиза не выглядела так хорошо со времен ну анима так же отлично второго земленных историй все эсперы пятого уровня в сборе тут есть все что могли желать фанаты туару и не забудем порадоваться возвращение всеми любимых персонажей сиджайных ветряков детка о да вы говорили я разочаруюсь так это вообще отлично даже в топ-5 не вошло мне всегда немного стрёмно включать популярный сёнэнс в список любимых у меня возникает чувство будто я говорю да я тоже люблю ванильное мороженое есть белый хлеб и говорить рэм моя вайфу но бог мой если сериал на правильном пути то сериал на правильном пути при просмотре первого сезона магической битвы было чувство будто я нашел на ю тубе канал с парой тысяч подписчиков которые я знаю вот-вот выстрелит этот цена не скрывает чем он вдохновлялся но при этом он достаточно уверен в себе чтобы дарить свежие впечатления и он это делает видны все задатки потрясающего сериала потому что он похоже состоит из одних плюсов персонажи не избитые и симпатичные в боях сбалансирована интересная система сил и откровенный флекс анимацией глаза год запоставили под сомнение мою ориентацию прямо как члена стольфа и эндинг способен вдарить посильнее батиного ремня остается дождаться одного большого момента одного большого боя который выведет его в большую лигу ведь истребитель демонов возвращается в этом году продолжая надирать всем задницы нихуя себе блять 54 миллиона по разрыву в продажах можно перейти красный бой мне не терпится увидеть будет ли магическая битва задним столом с большими ребятами тебя сколько их сейчас большая тройка пятерка семерка сколько их еще у тебя будет все нэн джамп в этом году манга домикана закончилась оставив огромную пустоту в моем сердце где мне я уже даже знаю как что-то может заполнить брешь оставшуюся после этого шедевра неужели у меня наконец появится хороший вкус к ним и да и он использует сейчас музыку из блеща вот это хороший вкус счастье начался пока с девушки на прокат и все снова покатилась вниз этот сериал я не иронично ждал сильнее всего каждую неделю да идите нахуй этот роман волновал меня сильнее чем кагуя что не говори можно вытащить человека из мусора но нельзя вытащить мусор из человека это очередное романтическое аниме в точности следующие формули но иногда попадаются сериалы в которых есть все тупые клише на которые вы когда-либо жаловались но они сбалансированы таким образом что все работает не знаю почему но смотреть на людей в катастрофических романтических ситуациях невероятно увлекательно знаете что я сделал я зарегался на грайндер и чуваки на грайндер я был на расхват я был на грайндер на расхват с первых же минут но потом я увидел своего папу девушка на прокат как раз такая восхитительная катастрофа это незаумное развлечение но она умеет поддержать интерес вы можете прийти в ярость наблюдая за этими ходячими бра моментами вы можете кричать в экран чтобы он бросил эту шлюху на улице вам захочется угостить его пинтой чтобы поговорить на чистоту но боже вы будете кликать на следующую серию из нездорового любопытства просто чтобы увидеть сколько раз еще он умудрится зафейлиться господи боже а еще когда у нас последний раз были явные кандидатки на лучшую и худшую девочку года в одном сериале я уже достаточно говорил о несравненной вайфу но я в 2019 году вышел щит насколько я помню я не менее впечатлен тем насколько хорошо они справились созданием мерзкой подколодной змеи маме от всего что она делает мне так хочется назвать ее словом на п что австралия сделала бы меня почетным гражданином что за пизда и мне больно от того что встречаются люди которые считают что маме норм и я искренне не понимаю они просто троллят или имеют дело с явными психопатами ну серьезно ребят вы шутите шутите правда ведь не может быть что вы не шутите говорят хороший продавец может впарить лед и с кемосу а девушка на прокат без труда продает мусор мусорщиком что записал ну я понимаю почему у меня есть еще раз не имею ответ на ю тубе ролики на темы в которых я совершенно не разбираюсь помимо контента имеющего отношения к моим хобби меня зачаровывает когда вдохновленные люди рассказывают о своих интересах потому что иногда часть их энтузиазма может передаться вам есть что-то волшебное в наблюдении за людьми занятыми любимым делом именно такое чувство у меня при просмотре руки прочь от кинокружка масаки юаса по сути сделал 12 серийное признание в любви к анимации чувствуется что каждый кадр сериала наполнен страстью кинокружок настолько попитан восторгами в адрес этой формы искусства что она заразительно даже если ваш интерес был нулевым любой кто занимался чем-то творческом не обязательно пытался рисовать аниме уверен найдет себя во всех трех девочках работая над чем-то мы каждая из них попеременно та что придумывает дикие идеи которые не факт что удастся реализовать та что хочет чтобы проект был идеален и не согласиться на меньшее и та что по жизни с задолбанным видом постоянная борьба между задуманным и возможностью реализовать это в разумные сроки и при этом не забывая про экономику труда это очень близкая мне тема но особенно очевидно здесь безудержная любовь юасы к анимации в одной из серий девочка видит как бабушка выливает чай и что-то в этом зрелище просто очаровывает ее она повторяет это снова и снова вытирая и снова разливая чай в попытках воссоздать все до мельчайших деталей до мельчайших движений пока в итоге это истории с детства не превращается в анимированную сцену которая продлится в их аниме меньше секунды однако это одна маленькая бессмысленная сцена содержала в себе столько любви что затронула меня до глубины души если в искусстве анимации есть что-то волшебное то юаса показал это здесь во всей красе но я уже говорил да то есть когда она начала ходить я был в большом восторге но потом я просто не знаю выдохся что сериал выдохся или я выдохся я перестал ощущать чего-то вот такое я даже опять же ценка поставил высокую но понимает что возвращаться к тому что я точно не захочу окей ладно местами конечно спорно но все хорошей агия винланди в 2019 там смотря великого притворщика я подумал зарепортить студию уид за а им бот ведь на данный момент эти ублюдки попросту не промахиваются жанр ограблений в аниме обычно не встретишь помимо люпена третьего и ну больше нигде при увеличиваю когда говорю что великий притворщик величайшие аниме про ограбление после люпена третьего одно заявление громче другого на мошенники они как современные робин гуды разве что крадут они у богатых а отдают самим себе чувствуется что аниме выполнено на высшем уровне уникальный жанр роскошные цветовые палитры и теперь у нас официально есть аниме с фредди меркьюри в саундтреке да главное было свежо увидеть по-настоящему международное аниме мы побывали в разнообразных местах по всему миру лос-анджелес лондон шанхай франция сингапур и токио мутили мутки с наркотой азартными играми всемирно известными картинами от всех знакомых художников не нет дело не в последней серии просто какие-то арки мне зашли больше кита меньше кем-то больше притоните кем-то меньше последнее просто оказалось довольно спорный в плане ну короче меня я ждал от него больше скажем так мне казалось что вот вот она сейчас взорвется все и я сейчас получу кайф а кайфа не было опять же если приводить аналогии с конором то дрочишь органи оргазма нету картинка плохая стала все хендж закончился а у тебя нового нету это чувство глобальности отражено и в самих персонажах уделено много внимания к деталям в разговорах персонажей на разных языках и в том как они должны звучать не то что в большинстве сериалов где кажется просто взяли с улицы первых встречных для озвучки персонажей в том числе и основных взяты актеры из соответствует использовали преимущество формата чтобы верилось что эти персонажи правда много путешествуют и владеют языками а в кино с этим часто бывают трудности а его называют самурай я собираюсь объявить этот сериал своим аниме года пока не вышли последние две серии другой возможности не буду я не могу даже на концовку на он зашел спойлер пропустите до этой отметки потому что мне реально нужно выговориться ладно давай послушаем могу продолжать итак я понимаю что это веселый и не слишком серьезный сериал но эта концовка растянула мою приостановку неверия до чертовой нарни и запустила в ебучую стратосферу и так они каким-то образом построили целое здание посреди нигде и никого из целей не смутил тот факт что они вдруг вырубились и очнули совершенно другом транспорте дороти все время была жива и все старые цели которых нам несколько серий показывали как отвратительнейших говнюков теперь все скорешились и просто помогают им типа каким образом они это провернули да я знаю что мы украли у тебя сотни миллионов долларов и разрушили твою жизнь но может поможешь нам с этим делом в чем моя выгода посадим тебя на корабль повспоминаешь о том как мы тебя развели ну пусть вы и мошенники которые обманули меня и ударили в спину я просто не вижу никаких причин вам не доверять но хуже того хуже всего этого обе цели уже были без сознания деньги уже были у них в руках и это делает все чем они здесь занимались бессмысленной хуйней я понимаю им нужна была какая-то схема они не могли просто схватить деньги и сбежать но вы хотите сказать они не додумались до чего-то попроще чем построить целый ебучий небоскреб на отдаленном острове и устроить мыльно-оперное бродвейское шоу чтобы цели несколько дней поиграли в жертв крушение просто блять пните одного из них по шарам или еще что-то они играют в пятимерные межпространственные шахматы используя рубик машину голдберга когда достаточно было просто забить гол в ёбаные открытые ворота я закончил дор федора он живой сказал что недоволен немного что такого в аниме который лицензирует нетфликс но если попробовать выразить словами они не напоминают о чикин наггетсах из макдональдса дора хедора было безумно непохожим на все остальное что я посмотрел за год если большинство аниме прогулка по яркому городскому центру дора хедора было бомжом пытавшимся пырнуть вас когда вы свернули не в ту подворотню оно не церемонилось не было белым и пушистым это брутальный психоделический тур по изнанке аниме и это шикарно есть что-то пленительное в том чтобы попасть в мир не следующий знакомой логике но при этом устроены таким образом чтобы не быть абсолютной бессмыслицей мир доро хедора выглядит абсолютно чужеродно маги могут колдовать употребляя порошок у главного героя голова ящера еще одна голова внутри нее этот тип может превратить все что его окружает в грибы а потом съесть есть даже гаргора готовящийся к дебюту на хололайф но при этом во всем есть смысл в рамках безумной логики этого мира видя вселенную работающую по своим ненормальным правилам мне хочется узнать о ней побольше каждая серия была настоящим пиром я видел все новые части этого мира жестокость тут бескомпромиссная но при этом не кажется неуместным трехметровый говорящий таракан в джорданах по имени джордан чуть не убить скипнули эту серию не в духе дзюна маяды нахер самых уникальных экспириенсов 2020 и добавлю лишь что лучше бы второй сезон был на подходе потому что 12 серий и близко не хватило для безумия под названием доро хедора ну в принципе да не ожидаемо иногда когда расхайпленный громкий сиквел выходит спустя годы после показа оригинала после мириада мемов дискуссий мерчендайза пародий и спин оффов исказивших твое восприятие бывает легко забыть чем именно сериал изначально полюбился но хватило нескольких минут первой серии чтобы я тут же вспомнил черт возьми как же я скучал по резеро когда второй сезон мгновенно оправдывает хайп это отлично но еще лучше когда он строит на имеющейся основе нечто гораздо больше хотите смертей будут вам смерти вы думали сцены смерти станут обыденными потому что субару привык познакомьтесь к с монти пайтона тебе нравилось эмилия бум эмилия 2 о тебе нравилось рэм не тяжать брода brand 2 меня удивило насколько лучше мы стали понимать субару он перестал быть просто героем и сика я он перестал быть просто деконструкции героя сика я он располагающий понимающий кто он парень попавший в ситуацию которая далеко ему не по зубам из всех сериалов в моем списке только в этом были действительно запоминающиеся моменты эти моменты достигающие наивысшей точки оставляя в состоянии шока или изумления или иногда слезах эти моменты напоминают за что я сука так люблю аниме и резеро удавалось удивлять таким каждую неделю и по моему мнению таких моментов остро не хватало в аниме этого года но вынужден добавить к сказанному одно большое примечание было без странно объявлять его своим любимым аниме года но потому что оно еще даже не закончено это не тоже самое что первая часть третьего сезона атаки титанов потому что даже арка не закончена ритм и тарка не законченной бы его не выбрать потому что ничего другого просто не оставалось ладно позвольте сказать как есть в прошлом году я сказал что мне давно не было так тяжело выбрать лучше аниме года но честно говоря в этом году выбирать было не намного проще по противоположной причине слишком заметить что в этом году я не выпустил всеми ожидаемого аниме в 2020 и это потому что для меня те ролики всегда были личным праздником в честь оставшего стопа а это что не не аниму да я я думал то они мы в 2020 позади года аниме но в этом году я был не в настроении для праздника конечно я не думаю что вообще кто-то в праздничном настроении после 2020 года но я к тому же искренне считаю что аниме в целом в этом году не вызывало то же самое не поймите неверно хорошие сериалы были и я насладился всем из этого списка но было бы странно назвать любой из них полноценным претендентом на аниме года некоторые не закончились или едва успели начаться некоторые споткнулись у финишные черты а некоторым не хватило чего-то неуловимого чтобы оставить особенное впечатление потому что подводя итоги года я вспоминаю моменты и если не считать раз зеро в этом году едва ли были моменты напоминавшие мне почему же я фанатею от аниме по сравнению с прошлым годом когда была серия истребителя демонов сломавшая интернет концовка саги о винленде сногсшибательные бои моба психа семистраничная муда песня изабеллы лампочка каменного века или практически любой момент из атаки титанов я не знаю какие моменты этого года мне запомнятся и чувствую я такой не один это был странный год для анимешников потому что я не припомню когда в последний раз было настолько мало обсуждений и хайпа вокруг аниме но это не значит что мы говорили ни о чем потому что если короновать мое настоящее аниме года то выбор будет таким 2020 могло и не быть аниме оставивших свой след но мы оглядываясь назад будем вспоминать этот год как год взлета витуберов и да я знаю что соскакиваю с темы потому что это не аниме но будем честны там есть холографики из нас анимешников и неправильно пропускать и вспоминая как прошел год для виабу в то время когда у мира было как никогда много времени на потребление контента во время когда новое аниме попросту не канала в самое подходящее время для всех анимешников наконец-то подступиться к их забытому богом списку запланированного просмотру сделали ли вы это не лучше посмотрим как анимешные девушки говорят бля появилась бездонная кроличья нора ютуберов и это бесконечная бездна поглотила нас всех мы были втянуты в противостояние века осторожные финансовые решения и аккуратное обращение с деньгами заложенные в нас за годы и здравый смысл сошлись в битве против виртуальных пикселей произносящих одну 33 часть алфавита а ребята шансы были неравны и пожалуй это ознаменовало окончательное разбиение анимешного фэндема на субкультуры витуберы гачи игры манга веб-новеллы ранабе я знаю много людей которые зовут себя анимешниками и остаются в курсе событий при этом не смотря не смотря аниме попробую сформулировать это так в этом году быть виабу означало совсем не то же самое что и быть анимешником потому что все виабы могут быть или были анимешниками но при этом не все анимешники это виабу пока 2020 год может и войдет в историю как один из худших но спасибо богу за виртуальных анимешных персонажей сделавших наши дни чуть менее депрессивными будущее прекрасно будущее полно надежд будущее это милые анимешные девочки и мальчики и я не применял бы их ни на что другое вот среда дебюта вольки актуальный контент растет спасибо за просмотр поддержите наш проект на патреон и получите доступ к роликам на сутки раньше и без рекламы отдельная благодарность ней риасу антону бодовскому параноику ночному охотнику в мерси 19 машкину вадиму лиз дымалу госпару никогосяну смайлеру андрею мищенко каленке фокс яру бирзулу и александру ушакову автор перевода сергей константинов звук и оформление надписи алексей михайлов ролик озвучен студии джош изо хорошо прощен прощен за все прегрешения но понятно да типа мой стоп год вообще никакого отношения губского не имеет можете его глянуть вк да кто не видел если кому интересно но опять же что-то я могу понять да какие-то тайтлы в любом в целом все список неплохой то есть популярность растет то никого условно наверняка не ужасно хотя бы как бы низкого то для него дал я удивлен она у меня выше ну чтоб но я разделял вторые сезоны и новые сериалы кстати да мне это два разных топа ну жу-жу-джу шло нахер но как бы понятно но опять же канаджи считаю слабым шоу хоть и приятно просматриваем да ну типа конечно как братья лучше аниме не по мне вот а претендер например до условный он неплох до опять же есть притом не они только проблемы с последними сериями есть еще кое-какие и прям в последних сериях мне даже не то что схемы бессмысленные меня скорее разочаровала отсутствие драмы можешь так сказать не знаю круче впечатления были смазаны вот дракидора могу понять что кому-то очень может сильно нравится просто не мое вот но резеро да резеро хорошо понятно не знаю что не закончена поэтому я тоже так оценивал частично я помню кстати рельсы тоже один дважды оценивал первую часть отдельных ну первую арку и вторую потом отдельно и окно ютубера он отметил так что все хорош все красава даже не просто холла граффити но просто целом я не уверен что он вообще их смотрел и там до конца я про ложные выводы ну типа помощь он отмечал их в своем списке но я не уверен что их досмотрел на куда мы например не факт что досматривал да я мог бы здесь увидеть у него по крайней мере ну не знаю короче на на нету тоже тоже не уверен что и он ее видел он сказал мало смотрел они в этом году не до аниме было не до аниме ладно все тогда с этим роликом лайки подписки мне джоши зоги гуку да так что все как обычно на этом я буду заканчивать итоги года вполне все удовлетворительные лучше чем у кранчи будут я уверен